ребят всем доброго утра сейчас 8 утра я поехал автосервис где мы вчера оставили машину вот идут на автобусную остановку хорошо находится тут в минуте от дома там возле забора нашего сообщества надо лавочка то есть остановка вот прям тут до массового общества 4 до 100 4 буду ждать на улице на самом деле очень жарко я дел кофту потому что когда заходишь в автобус там просто нереальный тупак там наверное сразу на градусов 20 не катя не стал будет что там делать автосервисе в этом надеюсь сегодня починят мне общем не машину автобусы кстати ходят по расписанию каждые полчаса ну сейчас утра каждые полчаса чай вечером допустим каждый час ходили когда мы уезжали с сервиса где оставили то есть если ты допустим опоздал вечером на один автобус то потом целый тяж ждешь другой а проезд стоит 2 доллара в одну сторону но можно купить я знаю что местные покупают там и на месяц много раз пользуются но я наверно сразу люблю одноразовый чтобы надеюсь все таки я не буду сильно долго ждать и мне ее прям сразу же починят а так мы вообще ну просто на парковке оставили и сейчас приду ключи мадам спрошу там чего узнаю как я скачал приложение где можно посмотреть расписание автобусов там показываться сколько осталось до автобуса и опаздывает ли он вообще или нет и мой вроде не опаздывает должен через 10 минут приехать и чё-то рано вышел вода прискрытили заработали сколько же тут воды блин тратится просто так что тут такие ручьи бегут кстати мой автобус уже едет я вижу радугу да и и и и и и и и Попробую еще раз тачку завести, вдруг сейчас бац и починилась варшавным образом. Знаете, когда что-нибудь с компьютером бывает, перезагрузишь и все шипки исчезнут. Вот тут так же. Ночь была стояла на парковке, сейчас раз и работает. Придется идти в автосерийс. Смотрите, здесь какая классика стоит. Бэшка. Кстати, так непривычно говорить в Америке, надо говорить BMW. По-русски тоже BMW все говорят. Дукайте. Вот так. Ну все, оставил машину, сказали, посмотрели, что все-таки я был простый. Бензонасос и бензиновый фильтр поменяют. Вот, сказали, что сейчас за три, наверное, отправятся. Там все запчасти, все. Как там никуда идти-то? Закажут, поменяют. Так что сегодня уже будет готово. Сделали мне скидочку, как для русского. Свой там чувак, Виктор. Спасибо тебе, вдруг найдешь меня когда-нибудь на Ютубе. Вот. Так что сейчас опять поеду домой. Потому что сервис находится близко очень. Тут 20 минут на автобусе ехать. Ну вот. Надеюсь. Сейчас автобус скоро придет. Приду на остановку гляну на расписание. Увиделся автобус на перекрестке. Просто побежал. Елена. Пешеходный переход успел. Блин, что-то взять надо. Че-то 8 минут дома будет. Я дома. Еще 3 часа до того, как починят машину. Сейчас с Катей разбужу. Наверное, пойдем на бассейн, поплаваем. Пару часиков. Потом опять поеду. За машиной. Открывай. Отпусти меня. Кто это? Мы идем на бассейн. Паша вообще просто молодец. Разбудил меня. Я его покормила. Ну, мы позавтракали. И он лег спать. Говорит, сейчас пойдем на бассейн. Да, сейчас пойдем. Сейчас, сейчас. Я так прилег, и там так хорошо голос. Я его растолкала. Ну, а мне кажется, лучше на бассейне там на шезлонге полежать. Дома все равно душно. Я не усну. Мне надо поспать. Так, спи. Спи. Как там? Сколько детей кричат? Спи на бассейне. Так, покладывайся. А почему лесенки точили? Придется плыть. Давай. Где ты меня сюда притащила, Таян? Это ты меня сюда притащила? Не нагрелась еще. Еще и фонтан этот работает, водопад. Кто умеет плавать? Все. Кто умеет плавать? Все умеют плавать? Нет. Блин, мы это жалко, штучки эти потеряли. Да, представляете, мы в тот раз, короче, купались и забыли наши вот эти палочки. Я не знаю, как их называются на бассейне. Паша оставил их на лежаке сушиться и забыл. И все. Мы пришли потом на следующий день. Ну, на следующий день мы, когда, короче, начали монтировать видео, такие, эээ, а, нет, я уже смотрела видео, потом Паша его смотрел и такой говорит, а где наши палки? Я говорю, ну, где, там, наверное, где-то дома лежат. Они, оказывается, где-то непонятно, где они, непонятно. А они строили 3 доллара за все 3. Ну, все равно жалко. Ты, потому что Маша растеряешься. Паша растеряешься. Да, да. Хочешь бананчиков сушеных? Да, да. Все шезлонги в тени заняты. Тут, блин, все на солнце. Паша не хочет на солнце лежать. Поставь его вот туда, может, прям. Подальше от меня. Ты, мне кажется, лайфгард. Нет? Или медицинский, не знаю, кто ты, работник под крестиком. Все пакеты забили вот эти. Давай, давай, давай. Держи, где мой телефон? Вон он. Не знаю, он спокойно, но очень малыш, и посмотрите, что будет. Мы все-таки пришли сюда в тенечек, потому что те ушли, и просто посмотрите, это вообще вот как бы нормально. Как можно вообще быть такими свиньями? Вот у меня вообще других слов нету. Просто свиньи. Просто убрать... Да даже как, как это? Это просто вообще, это ненормально. Что ты будешь смотреть? А? Рассказывай нам, что ты будешь смотреть. Это секретные видосики, которые я скачал. А я пойду отвечать на ваши комментарии. Кис-кис-кис-кис-кис. Киса. Что? Че делаешь? Я на пляже. Молодец. Я уговорила Пашу искупаться. Это еще не стопроцентная информация, потому что вода, блин, холоднее, чем в декабре. Спасибо. Блин, ну вот я понимаю, я нагрелась на солнце, и мне прохладно. А ты-то в тенечке лежал. А я снимала твой живот. Давай выходи. Я прям с камерой. А? Я с камерой. Ты купаешься с камерой? Конечно. Она же у нас непроницаемая. Что? Да она не такая, что холодная. А он прикалывается. Я собачка. Иди-ка мне, песик. Ну, так-то нормально, когда поплаваешь. Ну. Так, я пойду оставлю камеру, тоже окунусь. Просто в плюс 30 идем в закузи. Почему бы и нет? А ты не хочешь ее включить, чтобы она бульхала? Понимаете? Ну да. Че-то у нас не получается ее включить. В общем, она не включается. Не-а. Я не хочу в эту ванну горячую. Хочешь, покупайся. Сиди в ванне. Может, она сейчас включается, или она же включилась? Не знаю. Мне кажется, она сразу должна включиться. Кипяток. Я тут кипяток. Я в ванне посижу, почему не нравится. Кипяток. Кипяток, кипяток. У-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у. Да я пукаю. Опять? Я, короче, пойду загорать Пашка сидит в этой ванной Не знаю, что за прикол Просто на улице плюс 30 И он сидит все-таки теплый Паша уже уехал на автобусе за нашей машинкой Ее починили И я вот сижу, жду его дома Хочу вам показать, прикольную штучку сейчас сделала Я вот купила в Волмарте вот такой вот ящичек прикольный И сложила туда всякий медик у нас вот тут Чай разный Вот молочный улун Вот тут тоже прикольный чай нам подарили Ксюша со Стасом Мед, кстати, тоже они нам подарили Вот еще чаек и корица Прикольно такой гриль, мне очень нравится Приехал в сервер забирать машину И вот мой старый бензонасос Все нормально поменяли, проверили Заводится Ребят, знаете, что делает Катя, когда у нее плохое настроение? Она готовит мне кровавый салат Да, и у меня сразу настроение поднимается Я обожаю кровавый салат Вот, мы уже дома Я съездил за машиной, забрал или что-то не стал снимать Я просто приехал, забрал Деньги заплатил, заушел Вот, и сейчас садимся ужинать Так что всем приятного аппетита Ксюша Всем приятного аппетита Катя смотрит какое-то кино Говно на телефоне, рядом стоит ноутбук Она на телефоне смотрит Ну я просто готовила, мыла посуду и начала смотреть И это На телефоне Какое-то странное кино Она то плачет, то смеется То плачет, то смеется Называется Мед в голове Мед в голове Вот Французское кино Прикольное мне понравилось Ну такая мелодрама В французском стиле Все, ребята, нам пора спать Я досмотрела кино Вот И все Всем удачного дня И пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok